Дорогие друзья, товарищи, братья по русской орфографии, самый сложный, увлекательный и прихотливый на свете. Нам с вами предстоит удивительное самоиспытание, которое сами мы себе устроили исключительно для нашей радости. Мы напишем с вами диктант. Во-первых, это нас возвращает в превосходные годы школы, когда мы были так молоды, веселы и верили в осмысленность всех законов природы, включая орфографию. А во-вторых, нет ничего более веселого и увлекательного, чем испытание, которое устраиваешь себе сам. Не то, которое тебе подбрасывает судьба, а то, которое ты проходишь добровольно. Как сказал Ницше, что меня не убивает, то делает меня сильнее. Вот русская орфография как раз относится к разряду таких прекрасных вещей. Орфография как закон природы. Вопрос о том, зачем нужна грамотность, дебатируется широко и пристрастно. Казалось бы, сегодня, когда даже компьютерная программа способна выправить не только орфографию, но и смысл, от среднестатистического россиянина не требуется знание бесчисленных и порой бессмысленных тонкостей родного правописания. Я уж не говорю про запятые, которым не повезло дважды. Сначала в либеральные девяностые их ставили где попало или игнорировали вовсе, утверждая, что это авторский знак. Школьники до сих пор широко пользуются неписанным правилом. Не знаешь, что ставить – ставь тире. Не зря его так и называют – знак отчаяния. Потом, в стабильные нулевые, люди начали испуганно перестраховываться и ставить запятые там, где они вообще не нужны. Правда, вся эта путаница со знаками никак не влияет на смысл сообщения. Зачем же тогда писать грамот? Думаю, это нечто вроде тех необходимых условностей, которые заменяют нам специфическое собачье чутье при обнюхивании. Сколько-нибудь развитый собеседник, получив электронное сообщение, идентифицирует автора по тысяче мелочей. Почерка, конечно, он не видит, если только послание пришло не в бутылке, но письмо от филолога, содержащее орфографические ошибки, можно стирать, не дочитывая. Известно, что в конце войны немцы, использовавшие русскую рабочую силу, угрозами вымогали у славянских рабов специальную расписку. Такой-то обращался со мной замечательно и заслуживает снисхождения. Солдаты-освободители, заняв один из пригородов Берлина, прочли гордо предъявленное хозяином письмо с десятком грубейших ошибок, подписанное студенткой Московского университета. Степень искренности автора стала им очевидна сразу, и обыватель-рабовладелец поплатился за свою подлую предусмотрительность. У нас сегодня почти нет шансов быстро понять, кто перед нами. Способности маскировки хитры и многочисленны. Можно сымитировать ум, коммуникабельность, даже, пожалуй, интеллигентность. Невозможно сыграть только грамотность, утонченную форму вежливости, последний опознавательный знак смиренных и памятливых людей, чтущих законы языка, как высшую форму законов природы. Субтитры создавал DimaTorzok